Обширная поисково-спасательная операция в Атлантическом океане не увенчалась успехом. Береговая охрана США вместе с канадскими, британскими и французскими коллегами прочесали 20 тысяч квадратных километров. И обнаружили обломки батискафа «Титан», который пропал в воскресенье при погружении к лайнеру «Титаник». «Дистанционно управляемый аппарат судна Horizon Arctic обнаружил на морском дне хвостовой конус подводного аппарата «Титан» примерно в 1600 футах от носа «Титаника». Впоследствии были также обнаружены другие обломки. После консультации с экспертами мы пришли к выводу, что обломки свидетельствуют о катастрофической потере давления». Батискаф, вероятно, разрушила экстремальное давление. Пять человек, находившихся на борту, погибли. Среди них и директор компании Ocean Gate, который принадлежит «Титан». Компания отправлялась исследовать обломки «Титаника» в третий раз. И это несмотря на различные опасения по поводу безопасности Батискафа. «Знаете, это просто трагично, ужасно и абсолютно ненужно. И как человек, который изучал судьбу «Титаника», я вижу параллели. Мы должны понимать в историческом и социальном контексте, что и здесь были проигнорированы предупреждения. На дне океана уже лежат корабли, которое подвело даже не качество стали, а плохая работа моряков». Компания Ocean Gate выпустила заявление, в котором выразила соболезнования семьям погибших. На борту «Титана» были также британский миллиардер, бизнесмен из Пакистана и его сын, а также французский эксперт по подводным лодкам. Пока непонятно, удастся ли найти их тела. «Там на дне невероятно неблагоприятная среда, и обломки говорят о катастрофическом разрушении судна. Поэтому мы продолжим работу и продолжим поиск в этом районе. Но сейчас я не могу ничего сказать о перспективах». Подводные роботы будут искать ответы на вопрос, что же случилось с «Титаном». Его останки находятся там, где 110 лет назад пошёл ко дну «Титаник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова